Итак, всем привет, с вами НТОПГА, мы вновь играем в СК3, потому что других игр я пока не придумывал, что я хочу поиграть. Если у вас есть идея, всегда можете писать о том, что я хочу поиграть в комментариях. А мы же начинаем играть за Карлинга, который такой маленький, невзрачный, но имеет претензии на Королевство Италии и еще немножко небольших других. Постараемся мы этим персонажам прийти к тому, чтобы восстановить, в принципе, Священную Римскую Империю, Вперию Франки, в общем-то, возглавить Карлингов и все их Королевства. Вы, кстати говоря, если вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы же начинаем эту кампанию и начинать мы ее будем, скорее всего, интригами. Если говоря, в прошлый раз мне дали другое образование, это странно. Видимо, да, у нас видеопересоснаж не такой важный, поэтому им генерят всякие трейты. В прошлый раз были немножко другие. Тем не менее, я думаю, идея все равно общая. Нам нужно помочь, скажем так, унаследовать быстрее. Люксембург, помочь надо себе. Или другим персонажам, скажем так, побыстрее научиться летать. Сразу уже создаем младшую ветвь, дом. Теперь у нас Карлинг Марль. В первую очередь победа рандомная фитка генерится. Я так понимаю, это делается, я не очень хорошо разберусь, зачем, но чтобы у этого парня не было на нас хауков, тех самых. Смотрим, может так и есть. Кстати говоря, у нас еще есть и претензии на артефакты. Можем у них украсть знамя. Забавно, посмотрим попозже, может, об этом. Давайте съездим в воздание почте нашему сюзерну. Мы не можем ничего особо сказать, просто воздать почте реально. У нас не отлично по деньгам, поэтому просто едем. И я думаю, нам бы сразу было бы хорошо улучшать с ним отношения. Ему еще только 43, он вполне себе может прожить подольше. Пока у нас будут с ним хорошие отношения. Кроме того, наверное, было бы смысл сделать вот так. Только наследование я разделал, но за это я получаю право советника и могу стать советником. И это здравствует король, получили мы престиж. Королики получили признание, это, кстати говоря, мы тоже, так что полезно вдвойне, скажем так. Берем все чело просто потому, что почему бы нет. И да, отношения улучшаются, хорошо. Нам бы еще стать советником. Советником. И я думаю, очевидно, что нам было бы неплохо стать именно тайным советником. Мы тоже здесь делаем поддержки происков, и здесь придворные интриги. Таким образом, наша интрига становится очень высокой. Кансы на убийство неплохие. Можно все время скататься на турнир, давайте, почему бы и нет. Ой, в дороге мы получили 50 монет. Прекрасно. Играем, мы теперь можем ездить к нашему сюдору, и что-нибудь у него просить. Давайте попросим у него расселить подданных. Плюс развить, получить, звучит приятно. Здесь можно за 50 монет получить просто плюс 2. В элите Франции снижается. Либо против престижа убедить. Вот так, может. Да, шикарно. Получили мы бесплатно, плюс 2 развития. Это всегда очень приятно. Итак, ребенок может потеряться в лесу. Да, да. Никто не знает о заговоре. Кстати говоря, не злобливость. Из-за этого мы, как же мы стресс получаем от этого. Это неприятно. Я думаю, нам можно немножко себе помочь. Получить побольше благочестия. Так как у нас персонаж, мол, очень-очень благочестивый. У него есть добродетель. Будет раскачать, наверное, отношения с папой. Поэтому давайте. Здесь есть опасное место, но надеюсь, все будет хорошо. Сейчас мы вернемся домой. И можно отправиться получить побольше благочестия. Еще улучшить отношения. А вот я и получил паломничество. Шикарно. Можно еще потерять секрет убийства. Но это нам просто супер много стресса накинет. Я, наверное, так не могу себе сейчас позволить. Ну, тут продают артефакт. Но, к сожалению, у меня нету двора, поэтому пока что покупать его нет смысла. И решительный паломник плюс благочестие, паломничество. Нормально. Ой, у нас можно сходить за уткой. Главное, чтобы волка не нашли. Вроде ничего не произошло. Вот мы и вернулись. Отличное путешествие. Для нас очень даже... Вот нас уже кто-то начинает шантажировать. Так, как я и говорил, было бы очень хорошо этот секрет убрать. Но ладно. И если мы откажемся, то он раскрывает. Ну, придется согласиться. Ой, наш сын стал, смотрите-ка, правителем каких-то территорий. Или он... Нет, по-моему, до этого не было. Отлично. Но мы целимся пока что вот сюда. Возвольную охоту съездим. Можно здесь попробовать сближение сделать с Сюзерном. Поднять отношения. Звучит полезно? Ой, но Сюзерном под атакой его атаковал вот рингийский король. Или наоборот. Нет, он нападает. Окей. Здесь, видимо, больше людей. Видимо, он поднял Мерков уже. Или у него есть союзники, которых он позвал. Да, Британия еще, видимо. А, ну здесь позвали Италию, видите. В общем, ситуация. Окей. Так, грустно. Ой, смотрите-ка, появился вот здесь вот друг. Это хорошо. Надо сейчас будет укреплять свою власть. Своё положение, я бы сказал, при дворе. Если лотерей где захватит, в общем-то, Франкию западную. То мы станем вот этим королем. Что не так плохо. Ведь он, по идее, может у нас следовать краевство Италия. А на него у нас есть предыдущие. В общем, если что-то как-то туда-сюда побегает, в теории, это все может подобедиться. Было бы хорошо, если бы так случилось. И мы можем подняться на волне хайпа. Итак, граф Ренье за его здоровье пьем. У него, кстати говоря, появился сынишка. Но ненадолго. И 50 монет просит меня за убийство. Нет. Я убью без 50 монет. Просто так. Просто, кстати говоря, в тюрьму садят. Видимо, наш Сидерн ловит. Да, господи, ну давайте без стоимости. Других, видимо, не будет. В общем-то, убийство получилось. Мы получили за него кучу стресса. Но зато мы получили теперь кучу земель. И эти территории, да, перешли в наше королевство. Но это без разницы. Хотя, наш король побеждает в этой войне. Это забавно, учитывая, что там, видите, два аж короля. За нас зашла Британь и Словония. Тилы достаточно равны. Наверное, поэтому мы и побеждаем. Еще потому, что взяли здесь столицу. А еще мы начинаем попытку убийства короля Лотаря. Если он умрет, то королевство Италия и Лотаринги объединятся. А там, туда-сюда, я думаю, у нас есть шансы потом дообъединять все подальше. И банды разбойников, которые могут убить его. Звучит неплохо. Все охотятся за разбойниками, в моем счастье, никто не подозревает. Лотарь второй, к сожалению, трагически погиб. Увы. И знаете, что нам надо сделать? Вот это заявить права на трон. Так как мы имеем управление в единичку вот сюда, то мы можем сделать претензию на трон нашего Сюзерна. Звучит достаточно полезно. Но в идеале, дать бы вассалам Лотаринги, и по всему, уже это не получится. Давайте начнем с рычага влияния на нашего Сюзерна. Я, кстати говоря, милосердный. Милосердно четыре человека исчезли по загадочным обстоятельствам. А еще нас осадили и захватили. Это не очень приятно. Еще и война за независимость началась. Это двое неприятно. О, смотрите-ка, мы узнали, что он сделал убийство. Звучит как то, что даст нам очень хороший хук. Если станет мне подчиняться, тогда мы просто раскрываем эту тайну. И теперь, да, фабрикуем претензию на трон. Видишь, как, кстати говоря, начала прокачивать славу нашей династии. Это не самое плохое, хоть и не самое лучшее. Ну ладно. Да, наш Сюзерна просто закидали войнами. Видимо, с ним все. Можем бросить денег в углу конфессии. Просим. У нас Лотаринги война закончилась статусом кво. 90%, что у нас получится претензия. Прекрасно. И мы можем сделать фракцию теперь в поддержку себя. Нужно теперь уговаривать мужиков присоединиться. Ой, они, видите, начинают присоединяться, некоторые люди. И смотрите, тут уже уверенные, как будто у нас силы армии имеются. У них все еще есть некоторые союзники. Но я не вижу ничего слишком сильного. Армия здесь супер маленькая. Уже даже у меня она, считайте, такая же. А значит, стоит нам уже стать самим королем Западной Франки. Выдвигаем требования. Но он, конечно, не склонится. Значит, война. Мирного решения не будет. Начинаем здесь все осаждать. В общем-то, сейчас пойдем сразу в Иль-де-Франц. Мы вообще... Нас еще по-римски любят сразу. Именуют настоящим королем Франки. Ой, мы агенту отправили. И... Наши все интересуются. Удачи. Удачи нас арестовать. Ой, тут все начали разваливаться. Что-то неожиданность. И победа. Мы побили несколько армий. Захватили некоторую часть, в общем-то, замков. Достаточно много пришлось, кстати, захватывать. Тем не менее. Мы победили. Король явит себя подданным теперь. Там теперь на крючке, да, мы имеем. Но! Джоксон Юй, я скоро, скорее всего, умру. И все ваши крючки не будут работать. Другой вопрос, что нашему следнику будет вряд ли хорошо. Но что поделать. Сразу стал великий двор. И мы получили очень много территорий. Нужно теперь как-то с этим все сделать. Во-первых, конечно, я перенесу столицу в Париж. Это очевидно. Во-вторых, нам нужно теперь восстановить как-то наша армия. В принципе, что-то сделать со всем чудом, что у нас тут есть. Как-то стабилизироваться. Так, если говорить, что я стал лидером теперь французской культуры. Окей. А еще я стал главой династии Карр. Вот это было неожиданно. Но невероятно приятно. И наш один принц умер до нас. Я вообще не против. Ну, тут ребята, да, пользуются своими этими руками, так называемыми. Ничего, мы очень скоро откинемся. О, я могу еще раз попросить золото. Давайте так и сделаем. Вот уже у нас неплохая такая страна. Потихоньку формируется. По крайней мере, страна, у которой есть деньги. И мы можем основать священный орден. Давайте, кстати, так и сделаем. Вот здесь. И они сразу хотят, кстати, получить расширение. Звучит очень хорошо. Ой, я мог потребовать себе знамя династии Карр, которая с проклятием. Это забавно. Возьмем, давайте просто так. И вот мы умерли. Потеряем мы неплохо так земель, конечно. Но, в целом, сохраняем тоже достаточно. Как бы нам хватит. По крайней мере, пока что точно. Поскольку нам нужно, как говорится, выжить, мы делаем вот так. Я думаю, это обязательно. В нашем случае нам нужно сейчас максимум усилий потратить на то, чтобы нас не убили. А еще желательно и не свергли. Ну что ж, я думаю, на следующем персонаже мы уже поиграем в следующей серии. Смогли мы за одного персонажа вырасти до Западной Франкии. Можно было бы чуть побольше. Но он очень старый был изначально. 50 лет ему, по-моему, сразу было. Так что не успели мы слишком многого. И меня, в принципе, устраивает, что мы сделали. Теперь будем развивать наш Париж. Развивать Западную Францию. Нет, все-таки Францию пока что. И как-то, как-то двигаться к восстановлению Франкии. А потом, может, ищем Римской империи. С вами был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще друг не подписаны. Лайк, комментарий, твич, дескорд, бусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока.